Случайно я оказался в таком месте на час. Коуста и негритянки пытаются обниматься и целоваться со мной. Я не смог расслабиться, я не смог получить удовольствие. Меня даже судить нельзя, потому что это мои принципы. У нас, оказывается, столько саентологов. Я даже опасаюсь за безопасность своей семьи. Они же возле меня тоже крутятся. Он стоит там с пустыми глазами и молитву какую-то читает. Секты все так делают, понимаешь? Ты пьешь воду из ручей, иногда коричневого цвета. Это тот вечер, когда все абсолютно трезвые и надо о чем-то разговаривать. Достаньте! Негде, негде тут магазинов. Если вам не интересно, уезжайте тогда. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Друзья, давайте, наверное, сразу перейдем к интервью без лишних прелюдий. Вы знаете, кто такой Максим Батырев. Если не смотрели наше первое с ним интервью, то переходите по ссылочке, мы оставим в описании. Посмотрите, оно получилось очень хорошим. Ну и чтобы я вас в середине этого интервью не тревожил, напомню сразу, что мы занимаемся упаковкой франшиз уже 16 лет, поэтому если у вас есть бизнес, который вы хотите упаковать во франшизу, то качайте нашу презентацию и успешные кейсы. Все ссылочки мы оставим в описании, плюс вот здесь в подсказке. Приятного просмотра! Надо дать должное, я смотрел много видеоблогов разных раньше. Но у нас не блог, у нас вот именно... Хорошо, каналов, каналов. И остался только один ваш, представляешь? От всех отписался. Нет, я... Ютуб же такая тема, от которой не отписываются почти. Но вот если у меня в ленте появляется франш-тв, я смотрю. Кто тебе больше всего понравился из наших спикеров? Ну, брулушки, конечно. Брулушки, красавчики. Да, да. Потому что он про меня говорил хорошо. Ну, неплохо, давайте скажем так. Да, да, да. Но я вот хотел как раз с графика начать. У тебя безумный график, то есть очень много выступлений. Скажи честно, ты не устал вообще за эти годы последние? А, ну, у меня же есть миссия, которую я себе придумал. То есть просыпаешься с утра, и ты знаешь, для чего тебе это надо. Как-то и силы, и энергия появляются. И, в общем, и обратная связь еще очень много дает. Другой вопрос, что... Ну, в прошлый раз, в прошлом интервью говорил об этом, что есть уже бизнес свой, и на него времени не хватает, и это неправильно. Получается, что у меня спикерство – это основная деятельность. А бизнес как-то, получается, не основная. Но есть физическая усталость? Нет, физически нет. У меня есть, скорее, вопросы к самому себе. То есть, насколько это правильно. Потому что у меня семья, и она меня не видит. У меня была вообще такая ситуация. Я никогда об этом не говорил. Один раз на мастер-классе где-то сказал. Но так как у нас с тобой уже вторая повторная встреча, могу сказать. Ситуация была, что в марте я приехал домой, дочка мне. Папа, привет, я там, ты ждала. Я тебе нарисовал тебе рисунок. Дает рисунок, и я говорю, что тут? Она такая, это наша семья. Она дает рисунок, а там нет меня. Сколько лет? Я ей сейчас 4,5 года. Тогда было 4. И я тогда, у меня стресс был такой, недели на 3, знаешь, глубокий. И я решил, что это неправильно. И поэтому в следующем году у меня график будет другой. Я постараюсь, ну, те выходные, которые можно проводить дома. Потому что я понял, что у меня дочка родилась. И я вообще не видел. При этом, знаешь, я же являюсь автором проектов таких, как конференция для родителей, для осознанных, там, форумы для подростков и так далее. И сам же не соответствую. То есть, если говорить про осознанное родительство, все-таки надо, конечно же, то время, когда дети дома, стараться с ними тоже проводить. Когда последний раз был в кино? В кино? Я, если воскресенье дома, я каждое воскресенье, у нас традиция у нас. Я с детьми на мультики ходил. Поэтому это было, как мы вернулись с отпуска, буквально 1 сентября ходили на мультфильм. Даже не важно, как он называется, они просто знают, что если папа воскресенье дома, мы с ними ходим. Ты там спишь, да? А? Ты там отсыпаешься? Нет, я с ними смотрю мультик, мне прикольно. Но это бывает редко, раза 4 в этом году было. А я знаешь, от чего кайфую? То, что дети рядом. Вот, я сижу с ними, они тащатся от мультика. Мы едим вонючий попкорн, который есть, в общем-то, и не надо. Но это тоже такая часть культуры, да, вхождение в кино. И просто я их обнимаю, вот, с двух сторон. И наслаждаюсь этим. Даже не важно, какой там мультик идет. Просто я кайфую прямо от процесса. От процесса того, что мы вместе с детьми. Я в одном интервью читал, что ты хочешь когда-нибудь написать книгу «45 татуировок родителя». У меня сын сейчас, ему 3 года, он растет, у меня нет времени ждать. Максим, давай попробуем начать ее. Это, блин, тут тоже вопрос большой. Потому что, когда я написал «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана», все-таки, на мой взгляд, у меня есть экспертность в этом вопросе. Я что-то понимаю в управлении, в управлении продажами, в продажах и так далее. А родители? Ну, я получаю свои татуировки. Я действительно ловлю инсайты. Вот этот рисунок, допустим, для меня глубокий инсайд был. Действительно, дочка родилась и меня не видела вообще. Все это время я ездил. Я их записываю, веду свой дневник. Там есть с чем поделиться, действительно. Ну, допустим, люди не сопротивляются тому, в чем сами принимают участие. Я говорю, это на менеджерских мастер-классах. И вот часть опыта управленческого я беру и накладываю на воспитание детей. Потому что, вот мы сейчас только что отдыхали в Испании в семье. Все-таки отпуска, слава богу, есть. Надо, чтобы сын делал зарядку. Отжимался там, да, правильно. Приседал, в общем, пресс качал и так далее. Там, боксировал. И когда ему навязываешь это, он сопротивляется. Для того, чтобы он делал зарядку, пришлось его назначить тренером. И он каждое утро нас с мамой строит, тренирует. У него есть комплекс упражнений. Ну, он же ходит на спортсекции, да. Ему по кайфу, он главный. Но мы все получаем вот это только плюсы. Это один из примеров. Второй, где-то надо было составить там расписание, распорядок дня. В отпуске в том числе. Мы сели с ним, повырезали из журнала. Там, знаешь, улыбка с белозубого типа. Это мы будем чистить зубы. Это будет обозначение такое. И он сам, сам вместе принимал участие в составлении своего расписания. На большом ватмане. Мы наклеили все это. Вот это завтрак, там, яичницу, допустим, мы вырезали из какого-то журнала. Наклеили. И вот, потом по порядку распределили. Ну, безусловно, я модерировал этот вопрос. И когда он повесил это расписание, которое он сам сделал, ну, как бы он сверяется с ним. Ты понимаешь, сверяется, там, да, вот что сейчас нужно делать. Ну, типа того, да. Только оформим по-другому. Ну, и я вот стараюсь таким образом воспитывать. У тебя есть комбат-туры. Ты берешь семью с собой, когда вы ездите? Нет, я семью с собой не беру. У нас будет формат детских комбат-туров. То есть, походу, с детьми. Менее экстремальных. Ну, да, такие лайтовые. От 7 лет до 14. Я просто заметил, что их количество увеличивается. И в прошлом году будет больше, чем в этом. В этом значительно больше, чем в предыдущем. Ты делаешь какую-то специальную ставку на эти комбат-туры. Они тебе внутренне нравятся. Тебе вот драйвят вот эти вот путешествия. Расскажи немножко об этом. Ну, во-первых, давай так. Есть спрос. Второе. Да, я мечтал. Я с детства. У меня была мечта. Я даже маме говорю, я хочу быть путешественником. И вот она говорила, ты что, сынок? Такого нет профессии. Такого нет. Я говорю, ты как он? Ну, смотри, там, по телевизору, клубки на путешественник. Сенкевич. Она говорила, ну, он это был один. И потом, я это вспомнил недавно, кстати, да. Но я понял, что моя детская мечта в таком виде она реализовалась. Давай какие-нибудь истории вспомним из этих комбат-тур. Я хотел в первую очередь послушать о том, что там было на Байкале. Там была неприятная история. Девочка сломала ключицу. Что происходило в этот момент? Да, девочка, кстати, из Киева. Из Киева, да. Из Киева девочка, вот. Ты знаешь, переборщили мы с досугом. Это была детская игра. Детская игра, когда... Соломая ключица. Ну, да. Соседа. Детская игра. Ну, она не детская, она пионерская такая игра называется «Зона». Вот. Ты должен натягивать веревку, и ты должен выбраться вот всей командой из вот этого участка, который огорожен веревками, не касаясь веревок. И мы ее перекидывали. И она упала неудачно, да. У нас есть люди, которые умеют оказывать медицинскую помощь первую. Насколько я знаю, там даже не было возможности ее транспортировать куда-то, вертолеты не летали. Это действительно так, потому что, ну, такое место, откуда вертолеты летают, очень редко, и то вот под заказ они прилетают, если хорошая погода, если повезет. Ну, там достаточно большое количество туристов было в лагере, лагерей разбито, мы нашли врача, сделали шину, в общем-то. То есть вы прям ходили по лесу, искали лагеря? Да, бегали, бегали, искали. Люди-ау? Ну, там такая площадка была, где их много. Вот, где их много, лагерей. И врач наложил шину, в общем-то, два дня она, да, терпела. Но она молодец, она под ручком, все нормально, это просто там растяжение, там я просто ушиблась. Но потом, когда приехали уже в Иркутск, да, действительно выяснилось, что это перелом ключица, серьезный достаточно. И сейчас она опять с нами поехала в тур. Вот, что самое интересное, да, она с нами была в Грузии, и она говорит, все отлично, все хорошо. Я, конечно, переживал, все переживали на эту тему, но я надеюсь, что… Как люди реагировали на эту ситуацию? Она вас тормозила же в вашем походе? Слава богу, что это была конечная точка. А, конечно. Оттуда уже вертолеты вылетали, да. То есть мы были в лагере два дня, и вот это вот в начале первого дня случилось. Кто несет ответственность за безопасность людей в таких походах? Организаторы, конечно. Конечно, организаторы. То есть ответственность бывает разная, вот, в том числе, которые подразумевают за собой уголовную, административную. Поэтому очень переживаем, у нас там аптечек, только два рюкзака, и там два человека закончили медицинские курсы. Какие были еще экстремальные ситуации? С точки зрения получения травм не было. Ну, были разные эмоции. Эмоциональные были ситуации. Была ситуация, когда один человек отказался идти. Почему? Вот, устал. Да, он устал, он начал ругаться, но ему перестало нравиться все. Вот, а это была середина пути. Это где было, Байкал? На Байкале, да, это было. Это то, что я не хочу дальше идти, вызывайте мне вертолет. Мы говорим, ну, тут нет вертолета. И надо было с ним договариваться. Вот, договариваться, что он пошел дальше. Ну, просто физическая усталость, ему все надоело. Я думаю, что больше, знаешь, моральное истощение, потому что, когда ты без благ цивилизации, действительно, когда ты идешь в поход, ты не пьешь, там, мате, вот, или свежевыжатый апельсиновый сок, к чему привыкли такие люди, которые нормально зарабатывают деньги, да? Ты пьешь воду из ручей, иногда коричневого цвета. Вот, и причем все с одной бутылки, понимаешь? Вот. И никто, слава богу, там ничего не болеет, и все нормально после этого проходит. Но к этому надо быть готовым. А мы допустили, вот тоже это был небольшой просчет, с которым мы сейчас работаем, да, ошибку. Мы не проверили, что люди прочитали памятку. Потому что все заняты, они там так секретарю говорят, собери мне рюкзак, там в памятке все написано. А там подробно все написано, что тебя ждет, вот, как ты будешь спать, вот, что ходят медведи, допустим, на Камчатке, да? Вот, ты тоже должен быть к этому готов. Мы будем охранять лагеря и так далее, и так далее, и так далее. И потом люди, когда попадают, они же ездили на Байкал, а у нас 6 дней это было покорение, там, горного хребта, да, Шумакского перевала. А на Байкале 3-4 последнего дня. И они были в несколько шоке, да. Но потом все благодарили и говорили, слушайте, вот, кстати, мы ездили на Камчатку через год. И на Камчатке была половина ровно группы, это те, кто были на Байкале, они говорили, что поднять свою задницу из офиса, вот, и поехать в такой тур для того, чтобы просто без связи, да, без, там, коммуникации с внешним миром, без нормального, там, не знаю, обеспечения себя, к чему ты привык, без всяких благ, вот, просто окунуться, это очень круто. А о чем вы у Коста говорите? О том, как управлять людьми, как строить бизнес или о чем-то таком более житейском? Просто, слушай, это поход, там просто за жизнь. Есть формат, когда я провожу мастер-классы отдельно, да, вот, но в лесу их непросто провести, непросто провести. Но попытки были, да? Да, мы взяли с собой оборудование даже, там, на батарейках, все, колонка, гарнитура, но это не то, это не то, все-таки формат там управленческих мастер-классов. Не хотят люди обучаться на природе, да? Нет, хотят, хотят, но там надо разговаривать немножко о другом, скорее о жизни, я, наверное, согласен, от жизни. Потому что, когда ты в шортах и камуфлированных, в кофте сидишь, и комары тебя кусают со всех сторон, там, не до этого, да. Так, у вас было два рюкзака с медикаментами, а с водкой сколько было? Не подготовились, вот, поэтому все закончилось в первый вечер, да. Потом уже с нами еще были ребята, буряты. Потом только коричневая водичка из мучья. Да, 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 это тоже круто, кстати, это очень круто, когда ты понимаешь, что это тот вечер, когда все абсолютно трезвые, вот, и надо о чем-то разговаривать, надо о чем-то разговаривать, и люди тоже научаются, научаются, будучи трезвым, проводить с собой время друг с другом. Так, а что буряты? Да, говорим, буряты, любые деньги, любые деньги, там, давайте это самое, достаньте, а буряты говорят, негде, негде, тут магазины в 300 километров. А они не делают ничего? Нет, нельзя, бурятам нельзя, потому что... Буряты не пьют? Ну, не, они пьют, но если они выпьют, это будет, там, очень плохо. У них там какой-то ген есть, или какая-то там штука, они могут... Мы слышали такое про якутов, если честно, что они становятся очень буйными. Ну, могут убить даже, да, говорят, поэтому лучше их не наливать. Что было с медведями? Я слышал, там, это была тоже история с медведями. Слушай, Камчатка, это такое место, где живет самая большая популяция медведей в мире, да, и они везде. То есть, даже если ты останавливаешь автобус, вот вахтовка, точнее, такой КамАЗ большой шел, и входишь в туалет налево-направо, ты должен понимать, что в радиусе двух километров ходит медведь. Вот, нет, ничего не было, просто мы их видели, их много, их много, мы видели их раз, наверное, десять, вот, и просто там на дорогу он выскакивает, да, либо ты идешь, там, куча такая огромная, только что проходил медведь, там, люди говорят, которые местные, они знают, вот. А есть еще такое место Курицкое озеро, вот, они просто там ходят, вот они вот, буквально там, в двух-трех метрах, ну, они очень сытые, потому что много рыбы, им на людей вообще пофигу. Медведи, они, оказывается, не опасные, они сами боятся людей, если ты его испугаешь, он, конечно, может броситься в ответ, ну, поэтому надо просто аккуратнее с ними, и все. Я думаю, что очень много людей настрачивают, они никогда не нападают на человека первым, если ты его не будешь там задевать. Кроме белых, насколько я знаю, да, белые? Ну, белые, это, да, они любят есть, вот, а у этих много еды, у бурых, много, по крайней мере летом. Ну, то есть, если видишь худого медведя, то лучше не выходить из машины. Да, я думаю, что на всякий случай, ну, вообще, если видишь медведя, на всякий случай надо как-то вот поаккуратнее. А ханяли лагерь, это что вы там стояли, с лопатами, с винтовками, как это охраняется? Ну, есть дежурные, да, конечно, возле костра. Вы оружие берете с собой? Есть такие огромные баллоны, отпугиватели медведей, там и какой-то световой, и звуковой, и еще струя какая-то, типа, знаешь, газового, такие огромные. Они были у всех гидов, но оружия нет. Я недавно записывал интервью с Петром Осиповым. Ожидаемо в комментариях была война между зрителями. Кто-то считает, что БМ это секта, кто-то считает, что это крутые ребята, они помогают. Максим Батырев это секта? Да, я думаю, что вообще нет секты. Ни у одного человека, который этим занимается. Ни у Аяза, ни у БМа, там даже Ньютони Робинса, да, вот. Ну, потому что... Как бы ни говорили и не сравнивали его с Кашпировским, да, там, в последнее время? Ну, много негатива, это, конечно, и хайпа в его адрес, и понятно, что он должен был быть, я и сам, честно говоря, к ним осторожно отношусь, потому что... Ты, кстати, не был, да, я так понимаю? Я был, я был в Лондоне, я ездил на четыре дня. А вот сейчас? В Москве? Нет, ну, мне хватило Лондона, да. О, окей. Вот, я просто, это не мой формат, вот, скажем так, да. Есть люди, которые говорят, что Максим Батырев это секта? Конечно, есть. Есть, их немного, но они громкие, вот. И там, особенно, там, денежный дождь в конце, там, когда мы пальчиками стычим, мы просто дурачимся. Да, слушай, по отношению к любому, наверное, там, какому-то тренеру, который собирает много людей, у которых большие аудитории и группы, да, люди, которые не пробовали никогда, они будут его хайпить, вот. Не хайпить, точнее. Хейтить. Хейтить, хейтить это слово, да, называется, вот. Слушай, есть сообщество людей, которые разделяют интересы, действительно, они не фанатики, вот, они готовы защищать, наверное, интересы, вот, того, что я пропагандирую, но они здравые люди все, и это состоявшиеся, как правило, люди, то есть их не надо раскачивать. Вот, БМ зачастую работает с молодежью совсем, которые себя ничего не представляют. Вот мне сегодня написал человек, вот буквально перед интервью, Максим, я хочу стать предпринимателем, но мне почему-то лениво, пожалуйста, посоветите какую-то литературу, что мне нужно читать, чтобы я стал предпринимателем. Я ему написал, извини, пожалуйста, но вот ты не станешь предпринимателем, потому что предприниматель, он всегда самым мотивирован, и вообще в предпринимательство толкать человека, это очень странно. Он сам им становится, потому что он хочет что-то изменить, да, и в жизни своей, и в мире, и так далее. И когда много незрелых людей идут, у меня таких просто нету, у меня взрослая аудитория достаточно, у меня там Коязу или БМ, и Ктоне Робинсу много таких поехало, и вот их там зарядило, что-то там, раз они с бешенными глазами побежали, ничего не получилось, деньги потратили родительские те же самые, и отсюда начинается вот этот негатив. Люди же хотят волшебных пенделей, волшебных таблеток и быстрых результатов, ничего не делая, а когда они этого не получают, начинается, ну и плюс, когда смотрят там танцы бешеные, я сам, честно говоря, напрягаюсь под музыку, потому что... Ты танцевал в Лондоне на Тоне? Нет, я, к сожалению, не танцевал, к сожалению, потому что... Не смог он пробить тебя, да? Ну, это мой недостаток, понимаешь, это мой комплекс даже, так скажешь, то есть я больше по этому поводу переживаю, что я не смог раскрыться, И когда я написал там большой пост в инстаграме, что Тони молодец, но я не молодец, и пообъяснил почему. И вот, для меня странно, когда женщина 60 лет падает на спину передо мной, изврата из себя плачущего ребенка, вот, когда там толстые негритянки пытаются обниматься и целоваться со мной, я какой-то такой слишком славянский, наверное, человек, вот, чтобы пускать в свое пространство, но с другой стороны, я не смог расслабиться, я не смог получить там удовольствие такое, которое хотел. И я для себя решил, что мне это не надо, вот, тоже прикрылся этим, знаешь, вот так вот, скажем, прикрылся. Но когда я выходил в коридор, там ходили одни, вот, как раз казахи, русские, украинцы, и говорили, это пипец. Я не могу. Но человек 100 ходил, а остальные 900 прыгали, понимаешь, какая же ступень. Ну, вот, нравится людям, да ради бога, лишь бы потом толк от этого был какой-то. Себя используешь какие-то, и она упишет точки? Нет, я даже в школу тренеров не заканчивал. Серьезно? Да, я просто спикер, я же рассказываю истории про себя, вот и все. Сертификатов никаких нету, да? Нет. Провожу, конечно, там, как это, по нашему законодательству, курсы для населения, скажем так, вот. Но я не лицензированный тренер абсолютно, и я даже не тренер, но я даже это не скрываю. А это учитывается тебе в пенсионный возраст? Ну, подожди, я как индивидуальный предприниматель налоги же плачу, поэтому все нормально, да. Как ты относишься к Хрону Хаббарду? Очень плохо. У нас, оказывается, столько саентологов, и на рынке бизнес-образования, и в поп-музыке, и так далее. Они же возле меня тоже крутятся, и пытаются меня вманить, вот. Я даже будешь говорить это на камеру, потому что будешь, что там со мной что-то сделают, понимаешь, какая штука. Нет, мы недавно записывали интервью с человеком, не буду называть, кто это, потому что это может в итоге привести к потере репутации для этого человека. И он разделяет эти все убеждения. Я не могу сказать, что они какие-то ненормальные, или неадекватные, или у них все плохо в бизнесе. Это очень успешные люди, которые находят себе там какие-то... Вот мне интересно понять, что они там находятся. Я не хочу даже понимать, потому что все-таки, давай так, и Украина, и Белоруссия, и Молдова, и Россия, это страны православные. А на нашей святой земле не должно быть чернушных вот этих вот вещей. Если ты узнаешь, что человек проповедует идеи саентологии, ты с ним не общаешься, да? Нет, я с ним не общаюсь. То есть сразу же на этом закрывается все. Были такие примеры, да? Много. Ты знаешь, их много, действительно, и я удивляюсь. Причем именитые компании, которые действительно, они, допустим, входят под прикрытием настройки бизнес-процессов тебе, да? Или там создание скриптов, внедрение каких-то новых модулей в серую систему и так далее. А потом раз, и оказывается, что корни у них все идут в саентологическую церковь. Их форумы проводят большие, да, тустят со звездами эстрады, поют песни вместе, про них передачи снимают, и блоги в том числе. И я, когда начал копать, ну, мне там подсказали люди, кто есть кто, вот, я просто удивился, насколько их много. Причем они кружат, кружат, кружат вокруг. Какая у них задача? Чего они хотят? Ну, как что они хотят? Они хотят, чтобы, скорее всего, человек публичный стал транслятором их ценностей каких-то. То есть они идут к медийным людям в первую очередь, да? Я думаю, что да. Именно когда я медийным стал, они появились в моей жизни в том числе. И к блогерам, и к тренерам, и к спитерам. И к певцам. Они влиятельные? А? Влиятельные, да? Я даже опасаюсь за безопасность своей семьи в том числе. Поэтому называть своими именами я не буду. Нет, без имен, конечно, мне уже тоже немножко страшно стало. Ну, я тебе приведу пример, допустим. Смотри, вот когда-то вообще бизнес-образование, в принципе, да, вот проведение первых тренингов и так далее, по крайней мере в России, начали именно они. Они начали появляться в разных городах, как представительство. Я знаю даже компания, как она называется. И начали проводить каких-то тренеров привозить и так далее. То есть только-только вот моду, моду этого сформирования этого рынка, и началось именно с них. И даже те люди, которые являлись директорами этих компаний, наемные, так скажем, да, вот их нанимали в городе, вот ты будешь директором компании, они не знали об этом. Потом одна знакомая мне говорит, а потом я вызываю, это губернатор мой. Мне говорят, ты знаешь, куда уходят деньги вообще? Вот ты платишь там какие-то взносы, да, за то, что ты представляешь их интересы, куда они уходят? Они уходят там в Саентологическую Церковь Американскую. Это там служба безопасности внутренней. Нарыла, давай скажу так, нарыла. Она испугалась, естественно, вообще все концы обрубила. И открыла компанию подобное, она только уже начала привозить нормальных людей, нормальных людей организовывать. Ну вот, это просто вот пример, да, пример, как они незаметно это делают. А потом рассказывали мне, по крайней мере, опять же, я сам в этом не участвовал, что вот ты идешь на эти модули административного управления. Десять занятий, шикарно. Тебе рассказали про менеджмент, про то, как все устраивать, про взаимоотношения. Ну, практически полезный в бизнесе контент. Вот. И более того, потихонечку, потихонечку отсеивается группа. То есть, там, на следующий модуль они выбирают сами, кого уже. И остается, если группа начала 30 человек, остается 5-6 в конце. 5-6. Это те люди, с которыми уже можно что-то сделать. А потом 12-13-14 занятия и так далее, начинается какая-то хрень. И человек говорит, я захожу в аудиторию, забрать своего шефа, что ли. То ли жена заходит за своим мужем и так далее. А он стоит там с пустыми глазами, молитву какую-то читает. И выписывает чек. Ну, почти. Давай так. И есть известные истории, когда, в том числе, и крупные банки в России. Там собственники, у них что-то случилось с головой после этого. И они пытались на сотрудников распространить всякие разные эти молитвы непонятные и все остальное. Если так можно назвать. И компаний этих не существует сейчас, в том числе. Я тебе за камерой скажу, что это за организация, если тебе интересно. Хорошо. Окей. То есть, в теории заговора ты веришь, да? Но это же по сути... Да просто нужны деньги. Их надо выкачивать. Они сначала делают нормальные вещи. А потом выкачивают деньги. Как секты все так делают. Понимаешь? Они же сначала там... Мы тебе поможем. Будут у тебя друзья, здесь будет что-то еще. В инфобизнесменах, по сути, то же самое делают. У них последние дни и у Тони Робинса, и у многих других. Тот же Исхак Пентасевич, к которому я прекрасно отношусь. Последние дни это продажи со сцены. Ну, если тренинг многоденную. Ну, я не продаю со сцены. Не продаешь? Я специально делаю такой конечный продукт. Вот. И мне даже, когда на форумах мы выступаем, они говорят, Макс, там какие-нибудь тренеры, да? Макс, да что, ты не умеешь выступать. Я говорю, почему? Ты ничего не продаешь. Я говорю, погоди, ну как бы я... Деньги заплатили люди. Вот они пришли, да. Я хочу выступить, чтобы они остались довольны продуктом. Лучше приезжай ко мне, покурим кальян. Я тебе научу, как продавать со сцены. Я говорю, спасибо, не надо. А вот это вот соблазн тренера, да, всегда есть. То есть, ты же можешь, аудитория, вот она. Она уже пришла, она уже лояльна к тебе. Дай им что-то еще, продай им что-то еще. Слушай, ну, вот когда иногда, там, после перерыва, говорю, ребят, я хочу рассказать вам про комбо-тур. Не скрыто ничего. Кто захочет, поедет. Вот ролик, смотрите, по рекламной. Ну, то есть, это минутка рекламы была. То есть, ты затрушенность такую в этом плане, да? Ну, в общем, да. Ну, я же такой человек прямой, очень, деревянный. И без всяких там, там, двойноводна. Стараюсь, по крайней мере, таким быть. И, с одной стороны, это хорошо, а с другой плохо. Потому что мне очень легко там ранить, да, там, что-то. Вот, ну, я не интриган совсем в этом. Не хитрый, не хитрый. Не знаю, ну, судя по востребованности, по количеству и вступлений, там, по графику запомнил на полтора года вперед, людям надо это. Вот, а не вот это. Но денег же так меньше получается. Да, я тебе не скажу. Нет, я нормально зарабатываю. Мне кажется, я зарабатываю больше всех. Серьезно? Мы в прошлый раз считали, там, на экране показывали. Ну, я больше не хочу считать, потому что из-за этого проблемы. Да, я понимаю. Ну, в тот раз угадали. Там 52 миллиона, по-моему, было за год. Но это только на спикерстве. Да, да, да. На спикерстве только выступление. Да, ну, слушай, это все открытые данные, они же есть. Можно, в общем-то, зайти в специальный сервис и посмотреть, там, и выручку твою, и налоги, сколько ты плачешь, и все остальное. Или у тебя на жене? Нет, на себе. На себе все. Максим, самое охренительное место на Земле для тебя? Камчатка. Я очень искренне влюблен просто. Ты знаешь, даже по энергетике. Я спускаюсь с тапу самолетом, мне хочется упасть и целовать эту Землю. Я не знаю, почему, вот, но... Блин, у меня даже сейчас мурашки пошли по коже. Я настолько, если я вот три недели сейчас там провел, и вообще не устал. Она так заряжает, конечно, она так открывает глаза на мир. Ты понимаешь, что ты такой маленький и беспомощный, там, по тем же вулканам, когда ходишь, да. А мир совсем другой. Ему вообще пофиг на твои проблемы, которые не являются проблемами. Совсем. Такой перезагруз идет. Или когда стоишь на вершине вулкана, а у тебя дымятся кроссовки. То есть, ты понимаешь, что это пустота. То есть, вот так, знаешь, купол такой. Ты маленький-маленький человек на нем стоишь, а там внутри что-то происходит. И он может провалиться даже, наверное, этот купол под твоим весом. Это, конечно, невероятно. Ну и плюс, Камчатка, она очень красивая тем, что там есть такие места, где, наверное, нигде не встреча на земле, мне кажется. Вот. Там, гандарина гейзеров, там, не знаю, Тихий океан, где там черный песок вулканический. И вот, источники, на которые там надо добираться. В общем, очень здорово. То есть, не Испания? Мне нравится Испания, но это совсем другая вещь. Просто, знаешь, сделать паузу можно в Испании. А вот дышать жизнью, вот, и любить. Искать дзен или как там? Я тоже, дзен и медитация, это не про меня. Да, ну, перезагрузиться, так скажу, перезагрузиться, это Камчатка. Многие сейчас ездят в так называемые ретриты тишины, может, слышала, да? Это когда люди остаются наедине с самим собой, не говорят ничего даже, там, просто думают. Я очень деревянный. У меня был такой, случайно я оказался в таком месте на час. Знаешь, как называется? Я прочитал у одного блогера то, как он расслабляется, и он порекомендовал, как же это называется? В общем, капсула такая, она полна соленой водой, как в море. И вот ты ложишься туда, ты лежишь в этой капсуле. Это флотинг называется. Флотинг, точно, да. Тебе накрывает сверху такая крышка, и ты там часто вылежишь, ну, типа, бултыхаешь, как в невесомости. Я чуть не слышу, что с ума. Я лежу и думаю, заснуть не получится. Вот, первое. Второе, ну, как-то, я не могу расслабить. У меня все время мысленный процесс какой-то. Я не знаю, хорошо или это плохо, но я не умею. А баня? Ну, баня, что там, активностью сколько, да. Ты же там кричишь, вот, тебя там парят. Любишь баню? Я с радостью хожу в баню, когда у меня есть возможность, да. Ну, просто один не пойдешь, вот, и надо синхронизироваться с друзьями, там, либо с какими-то... Будешь в Киеве, у нас с Димой спец по баням, каждую субботу ходят. Все, Дима, мы с тобой пойдем в баню в Киеве. Вот, я считаю, что наша система образования, она такая, ну, не очень правильная. С точки зрения того, что это, во-первых, закрытая система, любая школа, там, да. И зачастую, когда учителя понимают, что у них есть власть над детьми, и что им некогда деваться, по сути, из-за этих стен, особенно в младшем школьном возрасте, они начинают управлять, давить. Властью, управлять властью, я так называю. Командовать, продавливать. Молодой человек, я сказал, я старший, учительница надо слушать и так далее. Я вот был свидетелем, это было буквально летом, когда мы ездили по Золотому кольцу, заехали в Владимир, там есть один храм такой, откуда на княжине отправляли наших князей, да, там, и рязанских, и суздальских, и московских. И для меня такое важное, я хотел туда попасть, готовился к этому, и у меня достаточно высокий уровень осознанности, да, 38 лет все-таки, здоровый мужик. И тут, когда мы возвращаемся обратно, ну, я там что-то ощутил, вот, в храме постоял, помолчал, возвращаемся обратно, смотрим, привезли детей на экскурсию. И там им, ну, там, седьмой класс, шестой, стоит экскурсовод. Вот, вот, вы попали в храм такой-то, такой-то, скучно, скучно, рассказывает, не тратит себя, я говорю. Ну, то есть, она не старается, это для нее обыденное дело такое, операционка. Им скучно. Когда с ними так разговаривали, здесь мне им скучно, они начинают галдеть, там, шумят, чуть-чуть галдят. Я вот это буквально за минуту, что мимо них проходил медленно, я вот видел эту сцену. Она такая, видишь, что не слушают? Я такая, да, в конце концов, что, что вы меня не слушаете? Зачем вообще приехали, если вам неинтересно? Уезжайте тогда! А зай учителя, они тоже болтали, им тоже неинтересно. И они такие, как эти, знаешь, торжевые псы. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав на детей. Они, раз, дети прижались, и я такой, опа. Вот она наша система образования. Вот так нельзя делать, конечно, нельзя. То есть, если ты чего-то хочешь, нужно придумать способы. Я читаю книги по воспитанию детей, много, много. Ну, то есть, если я не пишу книгу и не читаю по менеджменту, то чередую стараюсь. Есть какие-то самые крутые, ну, я знаю, там, классика жанра, это после трех уже поздно. Мне очень нравится Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как», вот есть такая книжка. Мне очень нравится отчасти Макаренко, педагогическая поэма и книга для родителей. Он написал про то, как через вовлечение людей в какую-то идею и в какую-то, опять, через игру добиваться своих результатов. И есть еще «Родители как враги», книжка Андрея Максимова, серия книг этих, она очень интересная. Допустим, смотри, я хочу, чтобы мои дети были предпринимателями сейчас. А почему нет? Мне кажется, это здорово, создавать какие-то продукты и, в общем-то, улучшать мир. Я хочу, чтобы они прожили этот маленький предпринимательский путь, вот одному 7, другой 4,5 года. Мы с мамой, значит, устраиваем аукцион. Я их спросил, ребята, хотите деньги заработать? Они такие, да, почему нет, хотим. Я говорю, так вот давайте устраивать аукцион. В воскресенье, опять же, если я дома, вы будете выставлять свои поделки, вещи, которые вы сделали своими руками, но только обязательно, обязательно вы должны делать презентацию. Ну, то есть, допустим, я беру там, по-моему, там бумажные полотенца стояли, и я показываю, как делать презентацию, расскажу, что вот это бумажные полотенца, оно нужно для того, чтобы там жир вытирать со стола, либо там воду, либо руки вытирать, лицо и так далее. Можно использовать по-разному, можно использовать как телескоп, как громкоговоритель и так далее. Они поняли логику? Поймали, Милана мне рисует, Никита там делает что-то, делает. И вот, и они там, у них презентация, у них куча лотов, а мы с мамой должны выбрать лот. Да, они, значит, представляешь, внимание, вулкан, вулкан, вот я сделал из пластилина, его можно применять как сувенир, если вам скучно, вы можете возле кровати поставить этот вулкан, он будет радовать ваши глаз. Не знаю, может быть, это коряво немножко, но он, по крайней мере, старается, да. А вот это вот эта вещь, Милана, а я вот нарисовала там шесть рисунков, вот это такой рисунок, это такой, это такой. И мы с мамой должны выбрать, и обосновать, почему. Я говорю, я выбираю вулкан, потому что мы любим цвет оранжевый, допустим, да, и мне он очень нравится, ты сделал акцент именно на этом, и я поэтому тебе даю 100 рублей за него. То есть 100 рублей мама, 100 рублей я, и еще по 50 рублей, и вторые лоты покупаем. Естественно, это поровно, ты понимаешь, одна получается 150, другой 150, и все, они купят. Я потом взял его за руку, говорю, Никит, во-первых, у нас есть тоже такая, ну, как бы, правило, да, если мы идем в магазин покупать игрушку, она должна стоить не дороже тысячи рублей, не дороже. Если ты хочешь дороже, добавляй свои деньги, у тебя есть, пожалуйста, вот ты накопил, да. Спасибо. И они уже начинают понимать, да, какие деньги, что, сколько стоят, и он говорит, а если они будут тратить целый год, я говорю, тогда ты купишь себе вот этот набор лего огромный, да, вот этот вот, он раз, и не тратит их, не тратит. И я считаю, что это важно. То есть пока не просто так деньги дочери, да, такие карманные, а они зарабатывают. Они же принимают это на себя, они сами в этом участвуют, и этому не сопротивляются, и это является частью их жизни большой. Давай немножечко о новой книге. Я думаю, что когда интервью выйдет, уже книга совсем скоро появится на прилавках «45 татуировок личности». Да. А что про нее говорить? Это вот как раз тоже у меня были сомнения, могу ли я написать «Житейские советы». Она уже почти закончена, насколько я знаю. Мне осталось три главы всего лишь, да, написать сейчас, вот, имели я право делиться своим опытом или нет. Но когда я отвечаю на вопросы людей на мастер-классах, они, а вы почему книгу про них не напишите, а почему? Я не претендую на экспертность, опять же делюсь своими принципами. Ну, как всегда. Ну, там я претендовал на экспертность, как менеджер, знаешь, как там продавец, продаван, вот. А тут я не претендую, я говорю, что, ребята, меня даже судить нельзя, потому что это мои принципы, правила моей жизни, вот, я по ним живу. Нравится, забирайте, не нравится, в общем-то, не забирайте. О чем книга, ну, вкратце? «45 татуировок личности. Правила моей жизни». То есть это такие же самые татуировки на сердце, да, и на других частях, на туловище, но только связанные с меня, со мной, как с формированием моей личности, давайте так скажу. Буквально, может быть, рандомно какую-то главу, последнюю, которую ты написал. Сегодня? Да, сегодня. Сейчас расскажу тебе, подожди. Сегодня я написал главу, умею отказывать. Умею отказывать? Умею говорить нет, да, потому что, ну, я, опять же, рассказываю историю, что в свое время, я там подходит сотрудник, дайте денег, пожалуйста, у меня там проблемы с детьми, вы вселяете из квартиры, я раз дал, потом бегаю за своими деньгами, бегаю за сотрудником, я руководитель, бегаю за сотрудником. Поэтому второй сотрудник подошел, я еще раз, и даже, это не татуировка, это клеймо, знаешь, у меня такое на лбу большое, не давать деньги в долг, там, в общем-то, не близким людям. И, по сути, я понял, что выполнять чужие задачи, чужие. И у меня нет ни времени, ни сил даже на то, чтобы выполнять задачи свои, вот, жить своей собственной жизнью. Когда я стал спикером, вот только-только, ну, еще же не был востребован таким, только-только начинал. У меня был эксперимент, я решил встречаться со всеми, кто меня просит. Вот со всеми, да. Сейчас я фильтрую, естественно, и вообще очень редко встречаюсь, поэтому то, что вы приехали, большие молодцы. Ты хотел сказать, вам очень повезло. Что договорились со мной, да, что договорились со мной. Вот, а так я провел 100 встреч, нет, 100 встреч за 4 месяца. Каждый раз приезжаю домой, еле живо, просто меня там, знаешь, выжимают. И только двое могли мне что-то дать из этих 100 встреч. Хотели взаймовыгодного, так скажем, сотрудничества, что-то предлагали остальные. Дайте мне совет, а вот дайте моим наставникам. Можно фотку с вами сделать, а вот это вот, и, пожалуйста, распишитесь тут, а вот это вот и сделайте, а вот это. Что-то все от меня хотели, и я в итоге потом учился отказывать. Потому что сейчас точно такой поток, ну ты представляешь себя, наверное, да. Ну вот, спонсорам, помогите там ребенку. Я помогаю, но я хочу сам выбирать кому. Вот, я не хочу чужие задачи решать, понимаешь, за свой счет, за счет своих бюджетов, своего времени, своей семьи в том числе. И я считаю, что это сильная позиция, уметь отказывать, надо учиться этому. Ну вот и все, друзья, я надеюсь, вам понравилось интервью. Теперь, как обычно, конкурс. Максим является действительно автором бестселлеров. И я не сомневаюсь, что та книга, которая выйдет в ноябре, 45 татуировок личности, она станет тоже хитом. И у вас есть возможность выиграть ее, получить бесплатно с личным автографом Максима Батарева. Что нужно сделать? Конечно же, проверить подписку на канал, колокольчик, поставить лайк этому видео и написать комментарий. А какой комментарий, решайте сами. Вот мы просто выберем любой интересный, мотивирующий, прикольный комментарий с какой-то историей, с каким-то фидбэком. В общем, совершенно не важно. Пишите впечатления об интервью, пишите впечатления о Максиме, о тренингах, о сектах. Мы сегодня эту тему сложную тоже затронули. Выберем один комментарий. Может быть, не один. Посмотрим, насколько Макс будет щедро на книжке своей. В общем, пишите, друзья. Постараемся выбить для вас побольше призов. Действительно, проверьте, колокольчик ли стоит, чтобы не пропускать наши выпуски. Увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok